Чего вам больше всего не хватает, сидя на карантине из-за коронавируса дома? Моей любимой работы. Я работаю администратором в спортивном клубе. Вообще, я видела такой документ, что с 25-го вроде как открывают. Чего еще не хватает, кроме работы? Наверное, каких-нибудь путешествий все-таки. Потому что в заперти, сидеть дома, ну, неделю, две, месяц еще нормально, а второй месяц уже как бы тяжеловато. Больше всего не хватает прогулок по набережной. Я работаю, к сожалению. Я устроил свою жизнь так, чтобы мне всего хватало. Это кино, есть онлайн-сервисы. Общение. С людьми, социумом. Воздух от свежего прогулок. Путешествий. У нас накрылось свадебное путешествие за границу. Не хватает, наверное, встреч с друзьями. То, что вот когда вы выбираетесь в город, гуляете, можете зайти и спокойно выпить кофе, посидеть, когда-то приятно. Знаете, чего не хватает? Мы живем в центре, ни одного магазина нет. Максим, молоко там 100 рублей стоит. Невозможно так пенсионерам. И аптека в три дорого. И вот, чтобы купить себе лекарства, я езжу сюда, наверное, в Гамаш. Конечно, скучно и одиноко, но я выдерживаю очень даже. Я строго слежу, потому что я знаю, что это такое. Я сама вообще медик. Спортзалов не хватает. Плавательные бассейны закрыты. Тренировочные залы закрыты. Вот что делать? Что делать? На улице, что ли, бегать? Тоже нельзя. Дома тренируюсь кое-как. Силы воли не хватает, правда. Больше ем, чем тренируюсь. Значит, можно будет зимой без шубы ходить. Мы уже все нагуляем. Приличный жирок. Чистого воздуха. Потому что выйти невозможно никуда прогуляться. Вот как за магазином и обратно. Все. Насколько еще хватит терпения сидеть дома? Его уже не хватает. Это невозможно. Не уйти, ни с детьми погулять, ничего. Потому что настроения никакого. Если на улице видишь людей, ты держишься от них подальше, потому что нужно держать расстояние. А нормальные детские площадки, ребенок ни с кем не может не пообщаться, ничего. Он возле родителей находится. Дальше ты не имеешь права его отпускать, потому что ты боишься, что он заразится. Работы кафе, ресторанов. Хочется встречаться с друзьями. Надо видеть больше радостных лиц, которые посещают магазины, кафе и рестораны. И в парке гулять, конечно. Сколько вам хватит еще терпения дома сидеть? Сколько скажут, столько и будем сидеть. В первую очередь мы же заботимся о себе, о своих близких, о тех, кто нас окружает. Поэтому это же не прихоть. Мне всего хватает. Радостно и весело. Главное позитивно относиться к жизни. Остальное всего хватает. Отдыха. Я работаю постоянно. Родовцом. Твиноводочным. Денег не хватает. Работа мало. Да. Что? Серьезно? Денег не хватает? Да. Денег не хватает мне. Мне не хватает кафе, общепита. Некуда ходить. И не хватает прогулок по паркам, по набережной. Хочется по магазинам ходить, хочется гулять. На беспорты. Да. Кино. Да. Все закрыто. Ты никуда не можешь ходить. Шопинга. По магазинам. Ну и открытие парков. Ну и не хватает общения, конечно же. Коллектива. Вот. Поэтому скорее бы это все закончилось. Все были здоровы. И все будет замечательно тогда.